Приключения Астрид 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 непонятно но сходить посмотреть надо я глянул карту не выдержал все-таки пошел посмотрел но на самом деле смотрите карты занятие довольно таки бестолковая потому что карты рисуются для этого самого для режима выживания и что из этих карт есть сюжетки а чего нет философский прудник нашли здесь можно рыбку половить до что язык карты точнее что из того что изображено на этих картах есть в сюжетке а чего нет там совершенно непонятно поэтому общем-то толку от них немного здесь можно кстати спрятаться давайте посмотрим что тут есть интересного может какая-нибудь шмоточка найдется на нет никаких шмоточек тут нет за то есть дровишки ну и пожрать немножко конечно печка и охотничий нож и спальничек а кстати спальничек то мне нужен я же нет спальничка у меня есть а вот ножик штука полезная тоже возьмем принципе больше здесь ничего нету эти еще удочки проверим он там еще какое-то строение и потихонечку пойдем дальше да да я понимаю ты устал и хочешь спать но только здесь это особо делать нигде вот чем беда это просто место для пикника которому хрена нет что то есть батончик батончик это хорошо так никуда дальше на сюда куда-то куда-то сюда я очень надеюсь что на следующем месте у нас будет какая-нибудь ну хотя бы пещерка в ней можно было такие за ночевать наш реально а тут прям как ты это в пустую сходили получится не хотелось бы тут не близкий кстати получился по карте так полтора лаптя как обычно топать надо далече водопадик вода тоже почти наверняка чего-нибудь да есть по крайней мере в том же режиме выживания очень может быть там по факту хрен его знает поэтому мы туда не пойдем нам не терять время не только сейчас конкретно но и вообще так я начинаю замерзать а это вот та самая дорога которая ведет куда-то вот сюда и здесь что-то тоже должно быть и вот туда-то мы и пойдем поутру ежели мы сейчас здесь не замерзнем если найдем где нам переконта у михал потапович извини тебя я подозреваю пистолетом не отпугнешь учитывая наши предыдущие встречи с этим товарищем не с этим конкретно я так понимаю это все-таки другой медведь я по крайней мере на это надеюсь подожди меня куда-то он туда это хорошо подальше подальше от медведя вот тогда прямо тупым прямо ничего ты не вижу здесь даже ничего похожего близко на возможную пещеру и мне это очень 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 не нравится за звуки были а это 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 музыка пытается музыку намекая что уже вечер до ну окей тут какая-то скала есть будем надеяться что там все таки а будет нычка это какая-то засидка очередная да а он там что-то валяется так она вообще вот так вот туда давай глянем чего засидки есть кроме бешеных кроликов корм для собак охотничья засидка на газеты газеты я больше брать не буду пожалуй хватит у нас газет так а там что валяется это тут валялась такое за деревом вот олень олень здравствуй олень тебе можно взять немножко мяса 1358 шкуру блин это тоже все бы хорошо бы взять но долго мертвый мир и мертвый хвост так пещерка да здесь есть пещерка отлично значит не зря пришли эти тут есть еще и мог который тоже надо собрать пригодится спокуха счастье будет я погреемся сейчас я сейчас сейчас вот тут кострище как раз хир на вершине холма так так а мне палочки то есть есть отлично давай ломанные стрелы приготовлены крольчатина чудесно так разжигаем ночь наш костерчик вот так ведь давай сюда дровишков вот пошел процесс нам уже гораздо теплее сюда мы накидаем мясца ну а имеющийся крольчатину мы сожрем вот персики так как мы сейчас обязательно осмотрим все но немножечко попозже и сначала надо немножко отогреться указание на тайник осужденных используйте это чтобы подняться выше и выбраться отсюда холм холмам нет конца но другого пути нет а тварь еще где-то там снова стрелы осталось найти эти припасы она это где-то здесь же да это хорошечно так что-то как-то медленно я греюсь уголька подкину равно медленно а вот пошел процесс а ко мне с освещением вообще беда да а нет у меня есть фольк фонарик так 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 давайте я тогда просто сохранюсь мы попробуем немножечко поискать так варежки хорошо газету на хрен чего-нибудь тут поискать это у нас это понимаю кроватка на наше что так далеко от этого самого а вот тайничок патроны патроны горючая паек а уж тайник и задание заодно и совершено чудесно можно в общем то выключить фонарик он оказался не особо нужен лады тогда чё тогда надо ночевать ночевать мы тогда будем где-то здесь это мне надо взять спальни чек и как-нибудь его тут постелить недалеко от костра вот 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 так вот так факел но этот фонарик убирать так два часа мало бата давайте мы накинем еще вот так вот хотя бы на 6 часов чтобы было как у нас тут или не на 19 это готова заберем 18 минут 18 минут сколько мне воды 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 много можно попить литр 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 могу еще только банку персиков погреть на давайте тогда где нас к всегда повязки и замахать сделаем я могу только одну ну и ладно одну такая отлично больше ничего не могу крафтить могу труд на крафте да ну давай нет стоп отмена отмена назад чуть-чуть не позже не прошляпил так труд 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 не из газеты жаль нет чайка ее бы мне пригодился да 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 я понимаю тебя очень хочется спать теперь писал дат генералом будешь так в чем принципе там варежки какие-то нашли на 02 02 35 23 02 05 25 влагозащищенность выше какие чинить имеет смысл они какие мне тряпки нет тряпок можно конечно что-то пустить на тряпки на ну блин жалко шапочку то а тут куртяжка то тоже такая себе а чуть я так неосмотрительно этаж лучше по всем параметрам 0509 однако что ты тормознул есть более лучшая куртка и не ношу вот эту кстати можно и пустить таки на тряпки на прям совсем лёгенькая не допустим починить варежки эк пардон чуть было не испортил ну а лучше эти опять же можно порвать все ты не вздыхай ты так сейчас мы еще бахнем персиков вот наш он грядущий и чтоб полегче было и отправимся вареньки как как тебе и хотелось вот отлично так на три часа давай еще докинем галька на 7 часов и собственно отправимся там сколько 7 часов 6 минут ну давай на 7 часов поспим хорошо в тепле сытые и довольны так надо добавить по-быстрому древесинка как раз есть чуть-чуть а еще два часа подожди в смысле ну хорошо давай еще два часа поспим хочу ран так проснулась тогда там пять минут должно было оставаться что за фигня как-то я не врубаюсь в эту технику еще час вот в грин хелли показано гораздо лучше потом прогресс идет непонятно то ли мы раньше проснулись и час 16 за хрень ну ну окей ладно так витари нет ничего готовить нечего да ну давай просто хотя бы тогда кипяточку бахнем вот все равно еще одну банку это еще ну ладно так мяско надо скушать до вижу олежку заодно и полегчает нам отлично так сначала наверно кипяточку этого попью а потом уже все остальное может дособирать оленя 26 из 30 не знаю ну и не знаю ладно бог с ним раз сомнений значит не буду я себя знаю так баночку одну возьмем одну оставим не того и будет 2 так и еще немножко допить так 26 из 30 и сейчас мы спальничку покоим будет у нас 27 ну ладно такова солева так здесь мы закончили но сюда надо дойти посмотреть что там все таки есть это значит мне надо вот туда вниз налево и вот это вот все так патрончиков до хрена гоняемся кстати интересно зайцы я могу подстрелить в смысле убить из револьвера раз волки у нас просто отпугиваются уходишь ходе ходе зайцы сдохнут таймер кометах написали что по воронам стрелять таки можно это хорошо раз у нас теоретические всякие луки со стрелами на и для стрел нужен как раз это самое перья птичьи то ходить их собирать поштучно это конечно геморрой на атак бум я надеюсь ее можно ощипать а там глядишь и сожрать что не может не радовать кстати а как у меня с повязочками то я вот забыл пара есть ну ладно есть чё хватит плюс там тряпка если что опять же на делаем вы выращенное дерево у ёпта и мандиты скотина он ты убил собака такая у тебя вот просил вылезать собирать мы тебя конечно не будем хотя тоже надо бы и шкуру и вот это вот все но 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 так я вообще куда еду я не туда еду где дорога то ли я куда-то не туда пошел вот сюда наверно надо надо вот сюда вот как слушать а как люто то холодно сегодня я что-то сразу так внимание то не обратил чем у нас там по погоде ухты минус 21 и здесь скорее все нихрена и нет то есть минус 2 патрона замерзание и все в пустое же щебись а здесь есть радиовышка то есть погреться мне здесь не не самое странное решение игры вот в этом плане да то есть большая локация в которой мало мест где можно ну хотя бы не так быстро замерзать да и при этом полное отсутствие какого-либо шмота непорядок непорядок хотя не чуть там есть как надо вход найти полмраде вышки а где вход то ли дровишки есть нет тут можно неплохо так перекантоваться ящичек ого и главное энергетический этот батончик вы не батончика напиток на живучка чудесно так а вот то что бронс будет снаружи мне не нравится сигнальный пистолет морские фальшферы поленья короче морские фальшферы могут быть эффективны против волков так это понятно нет это не честно это несправедливо не не пускают внутрь вот сволочи чаще 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 не зря не зря у нас есть такая штука так что нормально не зря я чуть-чуть чувствовал нехорошая от того что у нас нет этого это от того чтобы раз путь снаружи стоит чем бронспорт называется бронспорт насколько я знает такая это поливал к так мало мало огня галяк уголюк жалко блин слушать ну как сесть на бочку а как сесть на бочку а тут двоечка пошла ладно хорошо тогда ждем греемся просто тупо ждем и греемся на больше нам ничего не остается блин перегруз 5 кило ешкин кот у и опять это дулубанная дилемма да куда девать куда девать все барахло ну я тут ладно дрова набрал поле нет мы выкинем тогда дальше пойдем ну тогда еще ладно так чё у нас здесь ни хрена но меточка стоит значит найти того кто поможет покинуть от родную долину места нет предметы действия что у нас тут не открылось неужели предметы револьвер фальшфер понятно и ну да записки все да тогда чего куда пойдем кстати в принципе можно сейчас быстро было бы сбегать к фермершкам в дому молли там перед кантоваться но у нас день только начался смыслу смысл там кантоваться нам надо вот сюда и не замерзнуть по пути на а значит все равно один хрен проще спуститься камбару там перетусить и пойти по дорожке обратно и сюда пройти до сюда мы относительно спокойно доходили до погодка ты ешь код лишь на но это я рядом с костром на ладно тогда наверное сделаем следующим образом целях опять же экономии времени я эту дорожку просто вырежу да вот мы от моста живописного сюда свернули вот значит на нем тогда и включусь что здесь ничего нового не будет и дойдем до собственно или пути томсона то я добрался до живописного моста но есть пара проблем во первых поднялся лютый ветер и опять стремительно замерзаю а во вторых до болезнь риск растяжения потому что ухудшилось моих показания я слишком уставший бычу быстро устаю потому что я съел блин плохую шоколадку и теперь меня отравление который мне тупо нечем лечить ну давай еще немножечко побегаем хотя от этого я только еще быстрее устаю что блин логично вообще прибеги но мне надо добраться дым может это общественный клуб из листовки надо именно туда мы и бежим вернее пытаемся кстати у нас тут куда-то дорожка от она и туда а мы считаем там мы уже побывали ну короче в общем то больше нам некуда двигать кроме как в это самое место этот перекресток томпсона или томпсона тут кого-то машинку кого-то задавила деревом можно тихо 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 не надо зевать давай сядем здесь хоть не так дует это единственный плюс этой машины причем вообще буквально единственно здесь вообще нихрена нет офигеть шикарное место ладно дует здесь не так но от этого теплее не становится еще немножечко побегаем а то я уже околея вот мы почти пришли да 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 сейчас сейчас отдохнем подожди я уже шахтерский городок или был когда-то я уже вижу тепло перепути томпсона на вот она парочка заброшенных пикапчиков которых есть вяленые говидин к их а тихо 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 сейчас пойдем дальше должно быть это общественный клуб получен достижение комьюнити сервайс кстати где-то там вороны каркают видать где-то рядом трупешник так я могу греться у этого костра или он нарисованный нет могу потихоньку отогреваюсь так и где вороны вороной москвички там кстати еще домики до домики это хорошо я же видел вы картами или вы мимо пролетали намекая на погоду да наверное просто намекали на погоду что-то хреновая тут отогреваюсь пойдем все-таки внутрь надеюсь тут будет потеплее ну да найдено местоположение общественный клуб а кто-то кашляет надеюсь не я весь мы здесь кого-нибудь да найдем но потом и да здесь тепло это хорошо патрончики люди и человеки окошко возьмем запиську вижу пусть и веке так запись жителя от родной долины часть 2 запись описывающие подробности конфликта между лесными ораторами жителями от родной долины порно вышел на дорогу чтобы проверить ее состояние перед следующей доставкой увидел как те говорящие с деревьями психи рыскали у шоссе ведущего к выходу из долины он не узнал что они там делали но нам нужно быть бдительными а где первая часть а ведь все записи жители от родной долины которые помогут узнать их версию событий окей мы пойдем знакомиться с местным контингентом ой как вас тут много закрыть закрывай сразу в сундуках а он пустой люди а у а мне есть местечка или надо просто стелиться на ну давайте пообщаемся с народом уже завтра то что то я прям сейчас вот буквально тихо-тихо упаду раскидаем здесь наш спальничек вот так вот поближе к огню и будем баиньки долго много спать так бонус от сытости я хочу пить вылечилась пищевое отравление само собой не может это не может не радовать пьем всю воду выдули на хорошо мешочек сразу заберем москоп у нас вообще время вообще еще темно но это не страшно потому что мы сейчас будем базарить и вот это вот все блин а жизнь-то у меня надо что-нибудь сожрать давайте рациончик съедим большой тяжелый и сытный отличном так народ у нас тут плюс 30 от камина хрен ли вы это самое ячейки кстати для готовки есть надо этим воспользоваться водички на готовить еще нет только два места а ну все это бессловесные тела нарисованы единственный общительный мужик тут вот этот лысый старик здорово ну здравствуйте вы с места крушения как и все остальные койки заняты и ну вы можете присесть и погреться в огня место крушения как вы узнали место крушения разве вы не помните может последствия шока мой самолет разбился но это было несколько дней назад далеко отсюда и не вы разбились вчера за холмами звук крушения был воистину ужасно я смог услышать его даже во время метели разве вы не помните послушайте мне жаль но вы должны быть ошибаетесь я пережила катастрофу но не здесь понятно хорошо оставайтесь с нами погреться у огня пока мы не выясним откуда вы пришли значит все эти люди выжившие после крушения большинство да когда по ним ударила метель в городе окрестностях было всего с полдюжины людей за прошлые сутки до нас добрались остальные многие пришли с места крушения а что именно упало пассажирский самолет не могу сказать точно многие были настолько ослаблены что едва могли говорить если судить по оглужающему грохоту и огромному столбу огня за холмами там разбилось что-то крупное вы уверены что не помните о крушении самолета на все я помню только у меня самолет был маленький что это за место это старый общественный клуб в перепуте томпсона мы пришли сюда когда погода ухудшилась 3 или это случилось 4 дня назад домах стало слишком холодно и нам показалось что лучше собрать всех под одной крышей а вчера к нам начали приходить выжившие после крушения как думаете не погода затянется вы не местная не так ли у тех кто придумал название от родная долина было хорошее чувство юмора здесь самая суровая погода на всем великом медведи мы сейчас хуже чем обычно пару недель назад поднялась очередная буря самое лютое что я когда-либо видел занесло все дороги пока на дорогах снег боюсь мы здесь застряли кто-то же должен прийти на помощь чтобы расчистить дороги я так не думаю не теперь придется подождать пока природу сделает работу сама ну что ждет всех этих людей даже честно я не знаю нас почти не осталось еды но мы можем растопить снег так как на так у нас хотя бы будет вода а в это время года на смену одной метели обычно приходит другая все могло бы быть по-другому если бы у нас оставалось электричество сейчас мы можем лишь пытаться согреть и накормить этих людей а затем ждать что уготовил нам господь вы кажетесь растерянными выглядите намного лучше остальных может быть вы нам поможете я врач я могу осмотреть выживших и попробовать помочь им звучит как отличное начало когда смотрите их возвращайтесь и мы подумаем как им нужно помочь я подозреваю что помочь мы им сможем набрав им еды и воды упавшая звезда вторая глава так не надо выпариваться это выпиваем кипяточку с а это мы возьмем с собой и еще одну ну да литром не должно хватить так ну чё давай осматривать выживших в инстон 76 процентов посмотрим могу ли я помочь о лечение не требуется нужно время и постельный режим так а лекарств там у меня нету я сам он отравление лечил с длительным сном тебе хорошо франклин 77 процентов я должна вас осмотреть confusion так опять же последствия как конкушен не знаю что короче лечение не требуется всем хорошо и так вы ребята чувствуете себя гораздо лучше чем я у меня он жизни совсем мало так эрику скорее всего надо будет помогать беннетт не бойтесь я просто пытаюсь помочь шупаю вас в разных местах то же самое все в шоке наверное именно это слово и означает так но у тебя что-то похуже давай посмотрим что здесь не так риск обезвоживания а я как раз водички налил а пей чувак он теперь вам станет лучше мне буду жалко так у нас тут еще дмитрий ты прям совсем плохо это это мне не нравится возможно это серьезно диабетик нужен инсулин риск гипергликемии откуда у него гипергликемия если он не жравший давно лоя 73 не бойтесь я просто пытаюсь помочь хотя не до гипергликемии тоже может быть тоже настана нам нужен постельный режим поговорите с отцом томсоном томасом извините все да больше я никому ничем помочь не могу надо только инсулин чеку набрали так ну чё отец томас что скажете если у вас в деревне инсулин я смотрел и выживших многие легко отделали смогло быть и хуже вы были просто счастливчики но и невезучих вы найдете в подвале с милостивиться над ними господь одни умерли от ран других мы уже нашли мертвыми мы положили их внизу чтобы оставить тела на холоде еще в общем вокруг много волков да не их видела думаю я смогу найти то что нужно выжившим но среди них есть диабетик нужен уже скоро нам понадобится инсулин вы знаете где можно его найти и важная новость нет не знаю мы имеем дело с диабетом 1 типа таких случаях тело не может самостоятельно вырабатывать инсулин когда его нет больной может испытать шок и даже умереть что же тогда нам придется найти его и поскорее пока метель не усилилась настолько что нельзя будет выйти на и ружья я должен остаться с выжившими присматривать за ними но вы вы можете пойти туда и поискать нужные лекарства так и сделаю куда идти в первую очередь не откажусь от совета большинство домов здесь уже пустые но может быть там на гаста найти немного припасов для выживших наш диабетик с места крушения и находится здесь уже день или два возможно инсулин я багажей этого пассажира там на месте крушения как же я найду вам придется проверить каждую сумку и надеяться на лучшее хорошо тогда вы тут присматривайте за всеми а я вернусь так быстро как только смогу спасибо вам за помощь да есть еще кое-что да многие выжившие измотаны знаю это последствия крушения но я уже видел подобное раньше чтобы выжить людям нужна надежда но если надеяться больше не на что нужно смириться эти люди многие из них летели не в одиночку они раздавлены горем и переживают из-за своих близких их мучает чувство вины почему они выжили остальные нет вы можете помочь им найти смирение я на велика вероятность что осмотр места крушения станет далеко не самым приятным занятием я уже видела смерть да вы врач поэтому понимаете насколько хрупко человеческая жизнь я же больше разбираюсь в хрупкости человеческого духа те кто потерял своих близких если вы подарите им смирение они смогут быстрее начать свое исцеление согласно известно что разум и тело неразрывно связаны если найдете любые вещи любую информацию которая поможет опознать тех кто не выжил той катастрофе эта информация поможет исцелить их раненые души возможно тогда у них появится силы пережить новый день сделаю все что смогу буду искать удостоверение документы и все что поможет опознать погибших тогда возьмите это дитя моё я не из верующих прошу оставьте у себя это не для вас прошу порадуйте меня я не понимаю сейчас я не могу проводить их души в последний путь но если эти четки будут у вас пока вы следуете место крушения вы принесете утешение старому священнику пусть я не смогу помолиться за них но это меньшее что я могу сделать цвету отец не хочу вас обидеть но неужели вы действительно в это верите возможно вера это все что у нас осталось а что тебе мешает помолиться за них здесь посидеть и помолиться ну никогда надо обязательно на место прийти так я так понимаю да время все еще позднее поэтому здесь темно окна свет не проникает в принципе можно конечно фонарик взять ну давайте да пожжем наш фонарь и х и так ты еще жива пока что да но в городе есть люди которые не выживут без моей помощи идешь к месту крушения откуда вы знаете и рисковала жизни чтобы попасть сюда и помочь помочь больным людям ты пришла ко мне на помощь когда я застрял вам баре ты врач поэтому ты не даешь не дашь замерзнуть до смерти горстья выживших да я хочу помочь жертвам крушения только на чудо не рассчитывай метель длится уже несколько дней да и волкер ищет повсюду вряд ли кто-нибудь выжил надеюсь ты ошибаешься не оставил ты небольшой подарок послушайте я не думаю что расслабься тебе же надо кому-то доверять а можно доверять той у кого в подвале лежит труп придаю но если хочешь жить загляни багажник синего седана там за качелями ну хорошо тогда спасибо и берегись волков кто же мне звонил то этому найдите машину который поминала молли это а это здесь же хорошо в этом-то в части где я пришел ведь кто-то получается звонил а я не дошел не догнал не успел так да чё я хотел я включить фонарь да блинский блин дурацкие круговое меню ненавижу и пошариться поэтому общественному клубу который по факту просто церковь хотя нет в общем то больше на клуб похоже действительно диктанты наверное какие-то баптисты или что-то в этом роде местные легенды снежный человек книга подробно рассказывающая таинственном существе который обитает лесах от родной долины никто не знает как давно среди жителей от родной долины начали появляться слухи о существовании снежного человека но всем известно что местные байки о таинственных фигурах в лесу с каждым годом становились все невероятнее так будем искать снежного человека обезболивающе найдите пещеру снежного человека недалеко от перепутья да действительно будем искать эти и мыть его так носочки газетка газетку мы здесь брать точно не будем это не просто газетка это специальная церальная газетка так здесь мы смотрели тут я не повязки есть повязки мы возьмем царян но мне не нужны так а тут можно готовить ну готовить то можно и там так что котелок котелок хорошо микроволновка пустая это плохо консервный нож котелок пока оставим а нож конечно же возьмем так пустые совершенно шкафы больше брать у них тут ничего на еще чуть найдем мне бы шмоточки мне бы вот какие-нибудь шмоточки теплые а то холодно блин опереть теперь я так понимаю достаточно далеко придется хотя конечно сначала мы обыщем городок спички больше спичек много спичек надо так а вот и чайок поспел это хорошо до хора этом кашля и господи он зависит все здоровы там один диабетик только у всех остальных там этот шок от катастрофы кашель этого не вызывает еще спички пухонный шкаф холодос вода пик ну я понимаю так что все таки придется нам до набивать сундуки еще один нож ну возьму потом куда еще это выложим хочу шкаф то заперт не честно покиньте я не готов покидывать общественный клуб мы здесь еще не все осмотрели их а пришагни ты через него ну и что что примета дурная не только воды столики столики слабо тем что льму зончик он будет моральное подкрепление нет все и все а нет это ты тушить пыталась на на крыше мы сейчас значит не полезем да ой спрыгнула я уж думал нет о тут еще шкафчик у нас как интересно но он пустой ладненько давайте тогда разгрузимся например вот в этот ящик вовсе лишние ты выложим во первых тормоз мне сейчас совершенно ничего наконечник стрелы до полкило тем более он висит инструмент мне сейчас пока не нужен фонарик нет фонарик я вот как раз возьму кстати надо сейчас выключить он мне уже не нужен и убрать так фонарик я возьму бутылку выкладываем там 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 гвоздодер до консервный нож пусть будет он легкий канистру придется таскать потому что топливо может понадобиться хотя нет прямо сейчас не надо прямо сейчас она мне не понадобится то что сначала мы будем обшаривать домики да ну там максимум надо включить быстро осмотреться и выключить от этому тоже выложим ножовку тогда тоже хотя нет вот ножовку я на всякий случай возьму хотя я не знаю зачем зачем она мне так это мы выложим альфеев и сколько их тут парочку оставим это тоже пока выкладываем толку от тебя никакого пара банок тоже нам лишнее крафт пока выложим среди еды уже выложил тут всего 88 8 грамм осталось можно прямо сейчас есть так банка кофе точно хотя тут всего 5 оставим так да что же вы там так стонете вот это тоже все выкладываем до хватит песное слово в принципе можно да так из одежды у нас еще одни носки такие же как и есть а выложил тут ну тут я все ненужное выложил здесь у нас в общем-то достаточно легко ну могу ладно спички выложить а то они всех бесит я смотрю своих таких количествах таскаю хотя нелегкие ну ладно то горячего на разок на ну и нормально 11 кило должно хватить в общем-то на любые на любые сборы что ж что ж да сейчас поищем тогда а вот туда пещера недалеко а где нас крушение а крушение сюда о как я и предсказывал переть и переть и переть ладненько тогда пойдем мы исследовать всю эту местность в следующей уже серии а эта серия на этом все да обойди же ты если она вам понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии делитесь впечатлениями об игре моем канале моем прохождении подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочки есть в описании если у вас есть аккаунты на возле литрова подписывайтесь на мой канал и там заглядывайте к нам слоградка на наш дискорд сервер ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока